В коридорах детской поликлиники нет свободного места. Чтобы показать ребенка врачу, говорят родители, нужно проявить изрядное терпение. Некоторые своего места в очереди ждут не один день. Второй день я уже хожу и не могу ребенка записать. В живую очередь записываемся, а там куча народу, педиатров нет, говорят, что болеют. В районе 50 человек на первом этаже собирается, на втором также. Все это размножение бациллов, дети, дети друг на дружке, люди тут просто все начинают друг друга грызть. Но действительно очень мало врачей, чтобы отпустить такое количество народу, очень много болеющих детей. Руководство поликлиники говорит о проблеме, знают. Начался сезон повышенной заболеваемости. За сутки около 225 вызовов к детям, а в прошлый понедельник и все 240. Доктора работают с повышенной нагрузкой и болеют сами. На сегодняшний день у нас болеют 6 врачей-педиатров, 6. Из них только двое по уходу за ребенком, остальные болеют сами. И плюс еще один врач догуливает свой отпуск. Итого у нас минус 7 врачей. В поликлинике на 20 сентября принимало 3 доктора, на которых еще и по 40-50 вызовов не от ложки до ночи. Осматривать детей садятся и заведующие, чтобы как-то разрешить ситуацию. Мы максимально пытаемся разгрузить и все для этого делаем. У нас сегодня заведующая Лобана Валентина Витальевна села тоже на приемы в 33 кабинете и принимала. Там детей к обеду она уже приняла 30 человек, несмотря на то, что у нее есть другая работа как заведующая. Я лично вот сидела тоже, принимала. Ну вот вы сами видели, пациенты последние вышли. Приходится помогать врачам. Понимаете, сняли из школ двух врачей. Остались там только медсестры, фельдшеры, привлекли. Жителей просят запастись терпением и понять ситуацию. Врачи советуют, если у ребенка нет температуры, но появился насморк или заболело горло, можно приводить на прием и подождать. Если у малыша жар, лучше вызывать скорую. Подождать тоже придется, но ребенок будет в привычной для него обстановке, что обязательно лучшим образом скажется на самочувствии. Жанна Лавянникова, Антон Коврижных, программа События.